первый этап работы мы прикрепили листочек по периметру скотча внизу нарисовали волнистую линию теперь верхнюю часть нам надо смочить водой это можно сделать кисточкой можно сделать и губкой для мытья посуды с которой снят абразивный слой кисточкой наносится больше воды чем губкой более влажная поверхность получается для палитры берем керамическую тарелочку вот у меня есть такая плоская тарелочка вы можете взять тарелочку другого формата но главное чтобы у нее как можно больше было вот эта вот внутренняя часть теперь краски кадмий лимонный это самая первая в баночке находится красочка голубая то есть мы сначала их просто выкладываем на палитру они на палитре у нас не сохнут поэтому мы можем их отсюда добирать но когда закончится мы конечно будем залезать уже в наши баночки там есть такой цвет синий фц кармий синий фиолетовый краплак пока все вот у меня на по центру листа образовалась ложится я ее губочка решила убрать чтобы она мне не мешал потому что если у вас будет много воды что появится у вас такие реки акварельные теперь берем желтый цвет и желтой красочкой вдоль этой линии наносим полосочку следующий наши цвета это желтый плюс голубой они должны между собой тут смешаться и мягко растечься по бумаге дальше мы рисуем с образную линию желто зелеными красочками и теперь нам через желтый надо перейти к оттеночкам красноватым их туда добавляем чем берем краплак для этого как лак это холодный красный там где он смешался желтым у нас получится теплый цвет а вот на переходе к небу у нас будут холодные оттенки и этот цвет он хорошо сочиняется соединяется с синим учащийся ультрамарин и кладут совершенно смело прям из баночки потому что на палитре у меня мало красочек уже их оттуда исчерпала что мне есть на палитре я взяла уже туда наносить добавляю фиолетовый сейчас меня вот оттенок кусочек не заполненный один что я беру синий синий здесь он соединяется с этим синий зелененьким красиво здесь он должен соединиться у нас вот с оттеночками красного там где синий соединится желтым будьте готовы что у вас получится тоже зеленый цвет ну вот воды достаточно много у меня поэтому краски все соединились между собой мягко единственное вот вначале здесь уже начало подсыхать у меня то есть вот это первое место я могу его немножечко еще подмазать дальше мы берем другую кисточку начали мы большой кисточкой я делала это плоской кистью номер 14 но вы можете сделать и другой по мере того как красочка начинает подсыхать я вижу что в некоторых местах у меня получилось слишком светло поэтому я беру оттенки фиолетовый плюс черный ультрамарин плюс черный и добавляю в тех местах где считаю нужным а вы посмотрите где у вас это получается на вашей работе где вам нужно добавить добавляю темного вверху прям почти вот черной красочкой но имейте ввиду что все ваши цвета все-таки должны быть прозрачными то есть вы нигде не берете краску как гуашь она везде у вас должна светиться даже в самом темном месте сейчас я работаю кистью колонок номер 4 она берет не очень много воды на много краски поэтому для насыщения цвета мне она больше подходит теперь вот этот кусочек у нас получился пустоват сюда мы красочки немножечко набрызгаем если мы сейчас будем наносить ее мазками то у нас может получиться не очень красиво поэтому мы берем красочку вот так вот пришли мы набрали и пристукиваем по карандашку руки не пачкать всеми цветами которые у нас были на работе оттенки синего желтенькие можете брать сейчас мы просто затемнели вот эту центральную часть таким образом и в темные места тоже надо побрызгать более темные оттенки теперь добавим более светленькие желтенькие допустим вот такой у меня получился прям густой набрызг если я забрызгала вот эту поверхность то мне придется не зиму делать а темную часть нижняя следующий этап самый интересный мы это небо солим насыпаем крупную соль не очень много в те места где много воды можно чуть побольше там где высохла она у вас уже не сработает на те места где у вас еще влажная красочка все сушим идем пить кофе если вы хотите оставить белую вот эту часть то можно влажной губкой смыть все что туда накапала по сырой бумаги можем пустить тут какие-то оттеночки голубенькие чтобы не было чисто белый снег вот видите я немножко бумагу помахрила в этом месте губкой нарисовать елочку отдельно берем листочек бумаги более более крупно сначала тренируемся смотрите вот движение кисти какие чем ниже тем мы на кисть больше нажимаем тем у нас шире веточки получаются когда уже к низу приближаемся мы вообще вот можем это прям широко брать кисть нужно где-то немножко если у нас крупная веточка дать детализация линия мне не очень удобно из-за камеры делать в принципе движение должны быть вот такими из стороны в сторону следующий этап работы мы берем зеленую травяную и фиолетовую и замешиваем зеленый цвет темно-зеленый цвет для елок кисточка белка номер 3 может быть номер 4 номер 2 это не очень важно много елок не рисуем начинаем сначала самой большой елочки удобнее будет если вы ее будете рисовать вот так то есть вот здесь нажимаете на кисточку там немножко отпускаете можете сразу нарисовать допустим три ствола одна большая средненькая маленькая а теперь начиная сверху делаем такое движение как коромысло где-то нажимаем где-то отпускаем немножечко веточки у нас все вверх направляются главное чтобы эти елочки были у вас не слишком ровненькие они должны быть живыми а живое все у нас не очень симметрично не очень ровно если она получилась маленькая можно верхушечку доделать вот третья маленькая елочка линии я их соединю так будет лучше смотреться здесь что-то маленькое еще добавлю можно отдельно стоящую здесь елочку сделать движение взад-вперед кисточкой туда-сюда очень большие елки не рисуйте если вы нарисуете большие то у вас менее моментально будет смотреться небо и последний этап вы можете еще по низу немножко пройтись так синим цветом после того как я закончила решила что здесь все-таки не хватает немножко зелени решил добавить еще на предыдущем кусочке забыла включить лампу немножко по-другому все это видели чем светлее елочки мы делаем тем они у нас получаются дальше вот эти елочки нас ближе эти вот получается немножко бледнее значит они дальше надеюсь вам был полезен урок дома вы можете еще раз повторить его видео у вас будет сохранено в телефоне творческая удача всем после того как у нас все высохло мы рукой очищаем остатки соли смотрите какие интересные тут получаются эффекты от соли мы добавляем или белым маркером или гелевой ручкой звездочки главное старайтесь сделать их так чтобы не было какой-то 1 не было однообразие в них где-то одну поставьте где-то большую поставьте где-то маленькую где-то ничего не поставьте тоже делаем это интуитивно тоже делаем это интуитивно по центру здесь можно добавить белый не очень хорошо работает лучше его использовать точечно можно использовать для звездочек тоненькую кисточку и краску акрил или гуашь последний этап мы снимаем скотч когда снимаете скотч старайтесь делать движение от работы потому что скотч может повредить ваш листочек вот у меня такой вообще очень липкий скотч приклеен бумагу раздирают поэтому аккуратненько снимаете в pessoas в 2 декабря 1 6 8 9 10 9